Звучит музыка Вызывает трудности понимания этого отрывка? Тогда тебе однозначно нужно посмотреть это видео Всем привет, меня зовут Андрей И я учусь в Канаде, чтобы стать пилотом Я знаю, каким кажется сложным авиационный английский. Я помню мой первый день, когда я летал с инструктором. Ознакомительный полет. Ты летишь и ничего не понимаешь. Тебе инструктор что-то говорит, ты через слово ловишь. Там еще что-то кто-то по радио говорит. Ничего, полностью нулина. Ничего не понятно. Я думал, что уйдет очень много времени, чтобы начать понимать, о чем же идет речь. Но когда ты этим занимаешься практически каждый день, то все становится на свои места. И на самом деле это не так уж и сложно, если что-то делать. Я, конечно, не эксперт в этом, но постараюсь вам помочь, чем смогу. В сегодняшнем видео мы полетаем по кругу и разберем весь радиообмен на реальном примере. Рекомендую посмотреть с английскими субтитрами, а потом вообще без субтитров. После пары просмотров все станет более понятно и разборчиво. На первом круге я уберу все разговоры, которые не связаны напрямую с нами. Со второго круга я начну добавлять больше и больше информации. И третий, четвертый круг это практически то, что ты слышишь, летая по кругу. К сожалению, я не знаю терминологии на русском, буду импровизировать. Начнем с двух важных документов. Маленьких, но очень важных. ROC-A. По сути, это сборник правил радиообмена. И по нему нужно задавать Т, чтобы получить радиолицензию, без которой ты не можешь летать самостоятельно. То есть для первого соло тебе обязательно нужна радиолицензия. Второй документ – это сборник VFR Phrasiology. По второму документу тебе не нужно задавать тест. Этот сборник облегчает тебе жизнь. Ты, когда его прочтешь, то все разговоры становятся как-то на свои места. Обалденные примеры. Ссылки ты можешь найти в описании на эти два документа. Однозначно нужно выучить аббревиатуры и слова команды. А начать изучение ты можешь прямо сейчас, написав свое имя в комментариях по правилам этого алфавита. Так как мы сегодня летаем по кругу, это просто необходимо знать основные части этого круга. В реальности это не совсем круг, это скорее прямоугольник с закругленными углами. Итак, пять основных частей круга. Departure, or take-off, leg, crosswind, downwind, base, leg, and final leg. Это нужно знать на зубок, поэтому первые два видео буду вам подсказывать в виде картинок, где же находятся самолеты. Левый круг – это когда ты летишь crosswind, downwind, and base, и полоса находится все время с левой стороны. Правые – соответственно, когда это с правой. На первом круге я обрежу все разговоры, которые не касаются нас напрямую. Все начинается с установочного контакта. Ты связываешься с башней, говоришь, кто ты и что ты хочешь. После разрешения на руление проверяем самолет, выезжаем на предварительный, говорим башне, что готовы к вылету. В зависимости от обстоятельств башня даст тебе инструкцию ждать на предварительном, выезжать на полосу и ждать, либо сразу могут дать разрешение на вылет. После взлета все очень просто. Если ты один на круге, на downwind, ты говоришь, башня, где ты находишься, и что ты хочешь. Обычно это фулл-стоп, это когда ты приземляешься просто и куда-то выезжаешь с полосы. Тач-н-го – это когда ты приземляешься и тут же взлетаешь. И стоп-н-го – это примерно то же самое, что тач-н-го, только ты останавливаешься сначала на полосе, а потом взлетаешь. Есть еще несколько упражнений, о них ты можешь прочитать в VFR-фразеологи, линк внизу. Когда ты не один на круге, ты просто добавляется информация о самолетах, которые вблизи тебя. Бархатар номер 3, от 07, следите на 12. На rev-четах впереди. Постелаем ходу в полосу. Фоксфорд, Бархатар направь. Фоксфорд, Бархатар направь на 07. Фоксфорд, браво, браво. Мне нужно коснуться и держать переднее колесо вверху. Будем стараться это сделать. Подходим. Прибираем скорость. Поднимаем нос. Планируем. Планируем. Добавляем скорость. Как вы заметили, все, что касается нас, это совсем немного разговоров. Иногда они просят уменьшить, либо расширить круг. Примерно, что может попросить башня, вы сейчас видите на экране. Эта картинка все из того же VFR фразеологи. Очень полезная, маленькая книжка, которую обязательно стоит прочитать. Но так как аэродром, где летаю, очень загруженное пространство, то практически не бывает такой ситуации, что ты один в небе. Поэтому в следующем круге я добавлю чуть больше разговоров о других самолетах. Взлет, Тангиняя Тайна 2, Фраймни 07, следую за Сесной, short sign. Траймни, Тайна 4, Фраймни 07, следую 152, летит, 11 о'клокк, тренинг лет, Крассуэнд. Трафик тоже в секрет. Взлет, Тангиня Тайна 4, Фраймни 07. Взлет, Тангиня Тайна, вы следили за Танчиня, Руни 07. Взлет, Тангиня Тайна. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, стало чуть побольше? Третий-четвертый круг уже без карты. Пытайтесь понять, где же находятся остальные самолеты. И это уже практически реальный радиообмен. Третий-четвертый круг уже без карты. Продолжение следует... 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 Продолжение следует. 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 Продолжение следует.